Добро пожаловать! С удовольствием! Что за компания SK Hynix? Стыдно не знать! Один из мировых лидеров производства плавупровольников. И как давно вы на рынке Беларуси? Скоро будет 5 лет. Сколько людей здесь работает? 185 человек, из них 160 инженеры. А вообще во всех офисах SK Hynix? Больше 20 тысяч. Так, а чем вы здесь занимаетесь? А вот мы сейчас спросим у ребят, которые знают это куда лучше, чем я. Добрый день! Чем вы занимаетесь? Сейчас совещаемся, вообще разрабатываем накопитель на основе флеш-памяти. Опишите в двух словах вашу компанию. Продуктовая компания. РНГ-центр мирового лидера по производству памяти. И где можно столкнуться с продуктами SK Hynix? Специалисты работают с ними в дата-центрах, а не специалисты наверняка встретят их в своих мобильных телефонах и планшетах. Понятно. Кстати, не забудьте рассказать о географии офисов. Сколько еще офисов и где? Офис на Тайване, офис в Силиконовой долине в Калифорнии и наша штаб-квартира в Сеуле, в Южной Корее. А вы были в Корее? Дважды. Может, говорите по-корейски? Я нет, но вот у нас тут ребята, которые учат его постоянно. Привет, ребята! Это они с вами поздоровались. Пойдемте дальше. Во сколько начинается ваш рабочий день? У всех по-разному. У нас гиптеграфик. Чем можно и чем нельзя заниматься в офисе? Нельзя только тем, что запрещают уголовный кодекс. Из командировки. С возвращением. Спасибо. Откуда он вернулся? Из Америки. Как туда попасть? Рано или поздно все попадают. У вас есть любимое место в офисе? Мы как раз к нему пришли. Чашечку кофе? Да, спасибо. Привет. Привет. Опиши одним словом атмосферу в офисе. Праздничная. Непринужденная. Рабочая. Рабочая непринужденность. Творческая. Damn good coffee. And hot. Спасибо. Пойдемте дальше. Какие главные критерии в подборе сотрудников? Высочайший уровень компетенции и соответствия нашей культуре. Назовите лучшие способы для поддержания командного духа. Вместе работаем, вместе учимся, вместе отдыхаем. У вас много плюшек для сотрудников? Вы себе не представляете сколько. Как зовут главного босса? Наталья. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как давно вы работаете в компании? С первых дней ее основания. За что вы любите свою работу? За сложные и интересные проекты, которые удается реализовать в команде профессионалов. А это вдохновляет. Что вы больше всего цените в людях? Для меня самое главное – это честность и человечность. Находит ли это отражение в жизни компании? Да, честность и человечность – это то, на чем мы базируемся в нашей корпоративной культуре. Наталья, у нас все готово. Мы вас ждем. Продолжим экскурсию по офису. Ваше кредо по жизни? Постоянное личное и профессиональное развитие. А теперь небольшой блиц-опрос. Если путешествие, то? Хочу посетить Сингапур. Если книга, то? Гордость и предубеждение или унесенные ветром. Если цветы, то? Ирисы и тюльпаны. Как вы любите расслабляться? Это отдых с семьей на природе. А вы вообще верите в баланс работы, личная жизнь? Я думаю, что это возможно. И у нас в компании мы умеем не только профессионально работать, но и хорошо отдыхать. Отдых активный или пассивный? Ну, конечно, некоторые мероприятия могут быть пассивные. Например, как просмотр какого-нибудь кинофильма. Но все же большинство мероприятий носит активный характер. И как часто они проходят? Знаете, я думаю, что можно сказать, что два раза в месяц у нас действительно что-нибудь происходит. И вот, например, кадры с последнего нашего летнего мероприятия. А это только для сотрудников? Мероприятия в основном для сотрудников. Ну, на некоторых из них участие супруг и детей тоже приветствуется. А кого в офисе больше? Мужчин или женщин? Вы знаете, я думаю, что давайте мы об этом спросим у Виктории. Давайте. Виктория, опишите портрет среднестатистического сотрудника. С удовольствием. Итак, портрет. Это мужчина. 35 лет. Высшее образование. Женат. Есть дети. Упивает в среднем три чашечки кофе в день. А вообще, вы все здесь очень разные. И ценим, что мы вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ